Так, ну что, всем добрый день, я надеюсь, что меня слышно не только тут, но и в соседней комнате. Меня зовут Илья Щуров, я буду преподавать у вас матанализ, ну не я один, конечно, я буду только лекции читать, ну не только лекции читать, а еще консультации проводить. Иногда буду проводить семинары, например, сегодня в одной из групп я проведу семинар в группе Насты Трофимовой. Но глобально моя функция в основном это чтение лекций. Значит, ну давайте я скажу пару слов, наверное, про курс. Ну, матанализ это такой курс, немножко специфический. С одной стороны, это, как правило, первый серьезный математический курс, с которым люди встречаются, когда попадают в университет. Кто-то с ним уже встретился в той или иной мере в школе, там в школе даже, во всех школах есть курс, который называется «Сначала алгебра и анализа». Но, скорее всего, то, что мы будем проходить с вами сейчас, я бы сказал, на порядок сложнее и требует большего умственного напряжения, чем то, с чем вы могли сталкиваться в школе, скорее всего. Ну, вообще, все школы разные, так что трудно сказать. В общем, короче говоря, матан такой курс, который, ну, я не знаю, когда я учился математике на Мехмате, ну, прям скажем, матан не был моим любимым предметом. В общем, я знаю мало людей, чьим любимым предметом был бы матан, когда они учились на первом курсе. Я не знаю, моя цель состоит в том, чтобы эту традицию изменить, не знаю, насколько это получится или нет. Но, в целом, нужно быть готовым к тому, что этот курс довольно сложный и трудоемкий. Плюс состоит в том, что чем сложнее курс, тем больше вы прокачиваетесь в процессе его освоения. Вы прокачиваетесь, ну, как бы, конкретно у курса Анализ 1, который мы сейчас будем с вами обсуждать, у него как бы две цели. И одна цель такая более конкретная. Ну, есть вот теория функции однопеременных, которая там требует некоторого аппарата, которая предоставляет возможность дифференцировать функции, интегрировать, в общем, всякие штуки, с которыми, опять же, уже сталкивались в школе в той или иной мере. Дифференцирование – это, я думаю, вам более чем знакомая штука, потому что она нужна для поиска всяких оптимумов, которые нужно делать во всех задачках, в половине задачек сероса. Но, с одной стороны, нам нужно получить хорошее представление о том, что такое функция однопеременной и как с ними работать. Я говорю сейчас про функцию однопеременной, потому что курс, в основном, посвящен этому. У вас будет отдельный курс MATAN2 через год, который будет посвящен анализу функций в нескольких переменах. Это отдельная история. Но, так или иначе, нам нужно начать с функции одной переменной. И действительно нужно приобрести некоторую интуицию, которая позволит вам понимать вообще, чего бывает, извиняюсь, с точки зрения математики, чего не бывает. А вторая немаловажная часть – это потренироваться с… некоторым математическим языком, потренироваться с формулированием, доказыванием утверждений. И эта часть не менее важна, чем первая, но и не более важна. Вообще, математическое мышление, грубо говоря, состоит из этих двух частей. С одной стороны, у вас есть интуиция, которая позволяет вам как-то представлять в голове разные математические объекты. А с другой стороны, у вас есть формализм, у вас есть строгие доказательства, которые позволяют вам проверить свою интуицию. Надо сказать, что интуицию очень часто обманывают. Мы будем с этим сталкиваться регулярно в нашем курсе. И даже у меня, так сказать, я какой-то опыт имею в взаимодействии с этими объектами, но время от времени мне кажется, что верны утверждения, которые на самом деле неверны. Ну вот чтобы не оказываться в плену своих заблуждений, мы изучаем всякий формализм, доказательства и так далее. Ну и самое главное, что вот этот весь формализм, он вам понадобится на протяжении всей вашей оставшейся учебы, причем на математических курсах, на нематематических курсах. Причем буквально это начнется буквально в начале второго семестра, может быть и раньше. Скорее всего даже раньше, потому что время от времени коллеги меня просят рассказать тот или иной раздел раньше, потому что им это нужно для другого курса. Так что, в общем, ну ладно, что-то я заговорился со всякими общими словами. Давайте про какую-нибудь конкретику смотрите, как у нас будет организовано обучение. Ну, во-первых, есть лекции, во-вторых, есть... Ну, лекция — это, в общем, такое мероприятие, немножко развлекательное. Ну как, я что-то такое рассказываю, вы меня слушаете. И вроде как... В общем, в принципе, я ожидаю, что на лекции вы будете не просто слушать, но и пытаться понять абсолютно все, что я говорю. В частности, это означает, что если я говорю что-то непонятное, то это означает, что вот в этот же самый момент, как только вы чувствуете, что вы теряете нить, то нужно меня прервать и сказать, ничего не понятно, объясните все сначала. Лучше будет, если вы эту фразу скажете на третьей минуте лекции, чем на 23-й минуте лекции. Вот, поэтому это действительно можно и нужно делать. Причем, если вы это делаете, то вы проносите пользу не только себе, вы лучше разберетесь в материале, но и еще примерно 10-15 людям, которые думают в данный момент то же самое, что и вы, а именно, боже мой, как это вообще можно понять, но при этом стесняются сказать. Поэтому будьте тем человеком, кто возьмет на себя эту непростую ношу, остановить лектора и сказать, что ничего не понятно. Еще лучше сказать, что конкретно не понятно. Вот. Значит, дальше. Соответственно, следующее мероприятие, которое у нас есть, это семинарские занятия. На семинарских занятиях мы будем решать задачи. Ну, я вчера писал коллегам, которые будут вести семинарские занятия, там у нас очень опытная команда, но все равно я написал некоторое такое, как это говорят, установочная встреча. Ну, в общем, короче говоря, написал некоторые сообщения по поводу того, как я ожидаю, что мы будем работать. И там я написал, что преподавателю, который ведет семинарские занятия, нужно решить такую нерешаемую задачу, а именно нужно сделать так, чтобы, с одной стороны, студенты сидели на семинарии и самостоятельно пытались эту самую задачу решить, а не просто смотрели, что рассказывает преподаватель, а с другой стороны, нужно сделать так, чтобы была какая-то движуха, чтобы что-то происходило, чтобы не было такой ситуации, что студенты сидят и не могут сделать ни одного шага, и ничего не происходит. Но самый главный месседж для вас состоит в том, что все-таки семинар – это то время, когда вы должны приложить максимум собственных усилий для того, чтобы решать те задачи, которые мы будем вам давать, или, по крайней мере, если не решить целиком, то, по крайней мере, делать самостоятельные шаги в их решении. Ну, почему я на этом так настаиваю? Потому что математика не изучается путем слушания или чтения. Математика изучается единственным способом путем самостоятельного размышления о разных математических объектах. И на текущем этапе главный способ, как можно было бы запустить этот процесс самостоятельного размышления, это решать задачи. Ничего другого человечество пока не придумало. И я могу что угодно делать на лекции, но в общем, в какой-то мере математика – это примерно то же самое, что физкультура. Представьте себе, что я хочу научиться подтягиваться. Это единственное, что я умею делать в физкультуре, а вот это бедно. Но представьте себе, что я хочу научиться подтягиваться, и при этом я слушаю очень много лекций про то, как подтягиваться. Но при этом ни разу не подхожу к турнику. Ну, в общем, понятно, что какими бы хорошими эти лекции не были, или читаю учебники про то, как подтягиваться. Понятно, что какими бы хорошими эти лекции или учебники не были бы, ничего у меня не получится. Лучше подтягиваться я не стану. И тут, в общем, примерно все то же самое. И это такая ключевая проблема всего образования, что... Ну, в общем, я недавно пересматривал матрицу, и обнаружил, что там есть хорошая фраза. Я могу вас подвезти к комнате, но сделать шаг вы должны сами. Я могу к двери, что-то в этом роде. В общем, вот это ровно та история. Но, как бы, с одной стороны, я хочу акцентировать на этом внимание, на том, что в действительности математике можно только научиться. С другой стороны, я хочу сказать, что мы будем предоставлять вам всю поддержку, которую мы можем, для того, чтобы вам это было сделать проще. А именно, помимо лекций и семинаров, на которых, как я уже сказал, мы ожидаем, что вы будете активными, у нас есть еще консультации, на которые можно ходить. В частности, я планирую проводить много консультаций сам. У меня, кроме вашего курса, есть еще один небольшой курс, и в целом я свободен. То есть у меня как бы теоретически много времени, которое я могу вам посвятить. И я планирую выделить два дня в неделю. Вот у нас есть среда и пятница, и я буду готов в эти дни проводить консультации, ну, более-менее весь день. Можно проводить их очно, когда я буду в здании, можно проводить через Zoom. В общем, тут всякие разные варианты возможны. Это первое. Второе. Значит, приходите на консультации, если вы чувствуете, что вы что-то не понимаете. Чем раньше вы поймете, что что-то идет не так, и чем раньше вы придете на консультацию и разберетесь, тем больше шансов, что все будет хорошо. Потому что, ну, так, окей, мы все привыкли. Есть такой механизм в человеке, который заставляет его всякие трудности откладывать на потом. Ну, я не знаю, я точно такой человек. Но, в общем, тут надо применять, использовать свою силу воли для того, чтобы сказать, так, стоп, вот я этого сейчас не понимаю. Нет никаких шансов, что это как-нибудь само пройдет. Не пройдет. Нужно поймать преподавателя, прийти на консультацию, разобраться. И это правда работает. Вот. Дальше. У нас есть домашние задания, и это очень важная часть вашего обучения. Значит, домашние задания нужно будет выполнять письменно и сдавать их там в электронной форме, в Майонез, по крайней мере, большую часть, про те, которые нужно будет сдавать по-другому, мы напишем отдельно, это будут дополнительные домашки. Вот. Ну, в общем, домашние задания – это очень важно, потому что, ну, так, мы не можем с каждым из вас, ну, то есть, на самом деле можем, но это зависит от вашей инициативы. В принципе, мы можем с каждым из вас поговорить. Но, как правило, не получается так, чтобы вы прям много времени говорили с каждым конкретным человеком. Когда вы делаете домашнюю работу, это такой способ для нас провзаимодействовать с каждым конкретным человеком. И, соответственно, для вас это способ непосредственно получить фидбэк по своим решениям. И это очень важно. Значит, домашки нужно, нужно писать решение домашек подробно, письменно. Мы добавляем дополнительные небольшие баллы за то, что вы очень хорошо эти домашки оформляете. Если вы их хорошо оформляете, там, с помощью тех или с помощью варда. Но, в принципе, можно писать просто от руки, но разборчу, так, чтобы мы поняли. И, значит, их нужно сдавать в срок. Если вы сдаете домашку не в срок, то там включается такой счетчик, который очень быстро штрафует вас за то, что вы сдаете не в срок. В общем, домашки – это важно. И, опять же, это составляет какую-то существенную часть вашей оценки. Я, честно говоря, не помню. У меня есть силобус, я выложу его в Майонез, и там будет написано, какую часть оценки составляет, какая форма контроля. Я сейчас просто боюсь ошибиться, поэтому не буду говорить. Но я после лекции загружу силобус в Майонез, и там вы сможете все посмотреть. Соответственно, еще одна очень важная вещь про домашки – это то, что их не нужно списывать. И это, правда, не нужно по разным причинам. Во-первых, я лично, реально, я плохо себя чувствую, когда мне пытаются сдать списанную домашку, потому что я чувствую это как некоторый обман меня. И, в общем, я реально, мне плохо, когда люди пытаются жульничать. Я считаю, что это плохо. Неправильно. Это плохо по отношению к вашим товарищам, к вашим однокурсникам, потому что вы таким образом, с помощью жульнического метода, пытаетесь повысить свою оценку, вырваться вперед. И, в общем, это плохо. И, наконец, это плохо по отношению к вам, потому что вы создаете проблемы сами себе. Если вы списываете какую-то домашку, какую-то часть домашки, это означает, что вы не приложили достаточного количества интеллектуальных усилий к тому, чтобы разобраться самостоятельно. И, значит, таким образом вы не добрали от этого курса то, что вы могли бы взять, и это будет приводить к разным проблемам. Например, вы завалите какую-нибудь контрольную. Например, вы завалите итоговую контрольную работу. Итоговая контрольная работа является блокирующей. Это означает, что если вы итоговую контрольную работу проваливаете, пишете на неудовлетворительную оценку, для вас курс считается незачтенным, и вам нужно будет идти на пересдачу. Поэтому не списывайте домашки. Если вы открываете домашку и понимаете, что... Вообще непонятно, как решать, даже как поступать. Какие ваши действия? Погуглить. Отличная идея, да, погуглить. Скорее всего, ничего не нагуглите, но, значит, идея хорошая. Да, прийти на консультацию. Да, действительно, смотрите, значит, ситуация такая. По идее, домашки решаются самостоятельно. Но это не означает, что вы с домашкой один на один. Если вы прям вот совсем чувствуете, что вы попытались решить, приложили серьезные собственные усилия к решению, но все равно ничего не получается, приходите на консультацию, мы вам чего-нибудь подскажем, мы с вами обсудим эти задачи, мы вам позадаем вопросы, и, возможно, вы поймете, как их решать. Ну, смотрите, мы во всем этом договоримся. Я сделаю такой чатик в Телеграме, и я обо всем этом напишу. Я думаю, что расписание консультации будет примерно таким, что я буду доступен для консультации примерно весь день по средам и пятницам, кроме тех моментов, когда я буду занят чтением лекций и какими-то другими занятиями здесь же. Будет трудно меня не найти. Особенно ощущается, что консультации можно проводить дистанционно. Они, как правило, примерно так и происходят. Ну, как обычно происходит консультация. Я говорю, я буду консультировать с пяти до девяти, допустим. Ну, и как-то люди потихоньку подходят, я индивидуально беседую, но поэтому присутствует кто-то другой, может присутствовать кто-то другой, кто-то еще хочет послушать. Но если вы прям хотите, чтобы точно что-то обсудить со мной, чтобы никто другой не слышал, то, в принципе, тоже возможно. Напишите, договоримся. Как правило, я таких ограничений не ставлю, но, то есть, окей. В принципе, нормальная ситуация, когда один человек на консультации, допустим, задает вопрос, а другие пришли послушать. Интересно, какие вопросы бывают у людей. Это, в принципе, тоже такая часть обучения. Так, значит, консультации. Да, я, собственно говоря, начал говорить про всякие контрольные мероприятия. Интересно, хватит у меня времени на сегодняшнюю лекцию. Ну, ладно, надеюсь, что хватит. Значит, начал говорить про всякие контрольные мероприятия. Собственно говоря, как я уже сказал, у нас будет итоговая контрольная работа, и у нас будет пронуточная контрольная работа где-то посреди курса, ну, и контрольная работа устроена так. Вам выдают набор задач, и вам нужно их решить. Вопрос, каких задач? Я бы скажу аккуратно. Это такие задачи, которые вы можете решить, если вы прорешали все задачи семинарских листочков, и они вам кажутся простыми. А еще вы прослушали все лекции, и все на них поняли. Вот. Ну, то есть, понятно же, задачки бывают разные по сложности, но почему я использую такие аккуратные формулировки? Потому что я ни в коем случае не хочу сделать, не хочу создать у вас впечатление, что на Метармии или итоговой контрольной работы будут такие задачи, которые были в семинарах. А, да, и я забыл добавить, и решили все домашки. Вот, тогда вы готовы, скорее всего, тогда вы готовы к Метармии. Вот. Значит, там не будут такие же задачи, как в семинарах. Некоторые могут быть похожи, но некоторые могут быть совсем не похожи. Вы можете тогда спросить, ну, а зачем мы тогда решаем семинарские задачи, если на контрольной будут другие? Хороший вопрос, да. Ну, собственно говоря, решаем их для того, чтобы приобрести некоторые навыки, а потом мы используем эти навыки для того, чтобы решать другие задачи. Идея состоит в том, что вам в жизни придется столкнуться с большим количеством задач, и идея состоит в том, чтобы вы умели решать, не просто решать такие задачи, которые вы никогда не видели, а решать такие задачи, которые никто никогда не видел, никто никогда не решал. вот это цель нашего курса и понятно что если мы вам будем давать только те задачи которые вы уже решали то это неинтересно не создаст у вас нужных навыков ну еще окей в рамках в рамках традиционного вот сказать в общем короче говоря опять же что вы были готовы самый распространенный комментарий к final в прошлом году боже это не контрольная это олимпиада но в общем будьте готовы к тому что будет всякое и опять же я про это так говорю подробно для того чтобы вас мотивировать как можно больше всего делать самостоятельно потому что именно это позволяет вам научиться решать те задачи которых вы никогда не видели вот и еще одно контрольное мероприятие у нас будет это коллоквиум он где-то между не термом и файналом коллоквиум это такая такая устная штука где вы демонстрируете что вы что-то знаете про теорию какое-то количество вопросов по теории какое-то количество несложных задач ну относительно несложных несложных для тех кто умеет их решать вот и соответственно коллоквиум коллоквиум все боятся но на самом деле как правило результаты на коллоквиум получается хорошими потому что ну в общем для того чтобы для того чтобы хорошо дать коллоквиум нужно просто нужно просто прослушать все лекции их понять вот и это более простая задача чем научиться решать задачи самостоятельно вот ну в общем вот такая история кажется это все про контрольное мероприятие да еще нас будут доп домашки в общем это то же самое что домашки только немножко выходящие за рамки курса там нужно будет самостоятельно что-то такое освоить и решить вот но мы их анонсируем когда они будут да они дают дополнительные баллы вы можете за эти доп домашки ну как бы у нас какая-то такая это костюм оценивание что вот каждая форма контроля вам дает какой-то имеет какой-то вклад в вашу итоговую оценку то есть итоговая оценка это взвешенная сумма разных форм контроля и все формы контроля оцениваются в конечном итоге но там по десятибалльной шкале ну при этом могут допустим и дробные числа мы ничего не округляем кроме последней оценки вот но соответственно это означает что например если вы провалили какую-нибудь домашнюю работу то у вас нет шансов получить десятку теоретически ну потому что у вас просто формуле не получится но чтобы чтобы как-то это все было не настолько сурово или если у вас есть дополнительный интерес к математике то вы можете порешать дополнительные домашки и получить какие-то баллы сверх вот той формулы которая у нас есть но не более чем один итоговый балл за все дополнительные домашки можно будет набрать да ну скорее нет домашки это скорее такая штука перпендикулярно к основному курсу но то есть они конечно как классно помогут потому что любая тренировка мышления скорее всего помогает в решении любых интеллектуальных задач но непосредственно домашки они лежат немножко вне программы так сказал вот а да еще одну важную вещь забыл сказать смотрите на каждый семинар на каждый семинар у нас будет опубликован семинарский листочек у нас есть такой сайт давайте сразу что пишу значит у нас есть масс-инфо с яру я вам все пришлю но в общем это сайт на который на котором будут выкладываться значит там будет там страничка курса есть собственно я ее уже сделал и туда будет выкладываться семинарские листочки со списками задач что такое список задач на семинарский листочек что такое семинарский листочек что это за набор задач и это набор задач которые вы должны уметь решать заметьте я не сказал что это набор задач который будет разобран на семинаре чувствуете разницу там и скорее все больше задачи чем можно разобрать на семинаре некоторые задачи явно отмечены как задачи для самостоятельного решения они скорее всего не будут разобраны на семинаре но решать вы должны научиться но кажется что все это очень сурово но на самом деле я старался помечать этим значком те задачи которые похожи на то что разбиралась на семинаре для того чтобы проверить что вы действительно умеете решать задачи семинаров мы будем устраивать самостоятельные работы они будут устроены очень просто с точки зрения содержимого это случайно выбранная задача или что-то ужасно похожее на случайно выбранную задачу из какого-нибудь семинарского листочка причем типа каждый получит свою задачу соответственно ну вот у вас есть какой-нибудь допустим и ты семинар и дальше на и плюс втором семинаре может быть уже самостоятельная работа по задачкам этого семинара то есть означает что вот вы приходите на семинару вы там разбираете какие-то задачи дальше увидите похожие задачи вы их пытаетесь решить самостоятельно и как минимум на следующем семинаре вы можете задать вопрос потому что вам было непонятно дальше или вы можете прийти на консультацию опять же если вы видите что у вас есть семинарский листочек что в нем есть задачи которые вы не понимаете как решать а самостоятельные уже близко наверное приходите на консультацию обсудим как бы после этого вы сможете эту задачу решить вот то есть в общем случае ожидается что и плюс второму семинару вы умеете решать все задачи кроме задач под звездочки есть и такие с из семинарского листочка этого семинара соответственно самостоятельная работа будет проводиться без дополнительного предупреждения ну как я вас предупредил сейчас вот и все вот и они будут проводиться ну примерно примерно раз в неделю примерно раз в два семинара но когда конкретно не будет не будет анонсироваться заранее так что ходите на все семинары не пропустите вот так хорошо что еще я забыл сказать и что-то уже долго болтаю про организацию а да значит у нас будет четыре семинарские группы у нас есть четыре четыре преподавателя вы можете но у вас будет какая-то свобода в том как вы можете выбирать семинарскую группу себе но не то чтобы свобода была абсолютная потому что если мы увидим что так получилось чтобы каким-то причинам в одна группа составляет 50 человек а другая 5 человек то мы вас административный перераспределим каким-то образом но в целом люди используют разные стратегии поскольку расписание в принципе позволяет некоторые даже ходят в две группы семинарские пришли к этому преподавателю послушали пришли к другому послушали если расписание позволяет и если не слишком переполнена аудитория то вайнер вот так что у вас будет некая свобода выбора но если вдруг нам понадобится вас перераспределить уж не обессудьте ну я не знаю возможно семинаристы вас сами запишут просто чтобы понимать кто к ним ходит вот но как сами вы не должны в данный момент в данный момент вам не нужно предлагать никаких специальных усилий возможно в какой-то момент типа через недельку мы вас спросим вот кому вы обычно ходите и и ну чтобы уже устаканить эти группы то есть нам конечно проще когда у нас фиксированные группы более менее потому что нам это проще администрировать но сейчас есть некоторые свободы ну вы можете на одной написать на другой не писать можете написать на обоих мы поставим минимум из двух оценок да значит блокирующий только блокирующий только итоговая контрольная работа да совершенно верно все остальное в общем это которая в конце семестра это которая в конце семестра в конце модуля не блокирующий ну может быть мы будем делать самостоятельно в разные дни вы недооцениваете наше коварство так ну что еще вопросы если не получается есть вопросы онлайн если не получается решить домашку можно ли совместно собраться как-то решать смотрите это очень хороший вопрос он как раз имеет непосредственное отношение к тому что я говорил про списывание смотрите значит в принципе мы не запрещаем обсуждать какие-либо задачи которые имеют отношение к курсу ну как бы глупо это запрещать потому что мы никак не можем проконтролировать и плюс ко всему это на самом деле здорово когда вы помогаете друг другу разобраться в каком-то материале это норм но тут очень тонкая грань между помогаете разобраться в материале и делаете какую-нибудь домашку совместно общими усилиями потом пишите какой-то общий текст вот второе запрещено то есть это означает что вы можете обмениваться какими-то идеями решение ну то есть скорее всего если вас товарищ спрашивает вообще не знаю как решать эту задачу а вы говорите ну там нужно вот формула той лора со статочным членом форме лагранжа применить и все будет нормально вот это абсолютно но если вы начинаете углубляться в детали решения говорить что вот на первом шаге нужно сделать это на втором шаге нужно сделать это на третьем шаге нужно сделать это вы входите в такую очень рискованную зону формально правило звучит так вы не имеете права списывать чужое решение или предоставлять другому человеку свое решение для списывания вот если мы такое замечаем если мы замечаем что две работы по всей видимости списаны то мы включаем вот всякую административную машину которая вас начинает выносить во всякие предупреждения выговоры отчислять вас за нарушение академической этики в целом к этому очень плохо относимся вот поэтому я бы я скажем так я бы сказал так что вы можете обсуждать идеи решений совершенно нет никакой проблемы обсуждать подробно решение семинарских задач с домашками это уже такая вот серая зона вы можете что-то обсуждать но не слишком подробно не так чтобы в результате вас получались одинаковые решения потому что когда я вижу два одинаковых решения и дальше мне человек говорит ну вот мы просто обсуждали ну если эти решения одинаковые то дальше ну дальше мне возникает вопрос как вы обсуждали может быть один человек написал решение дальше он стал надиктовывать другому человеку понятно что это абсолютно идентично тому что пытается писать поэтому здесь я бы на вашем месте проявлял бы серьезную осторожность в том чтобы делиться в каком-либо виде решениями своих задач идеями какими-то общими такими рассуждениями можно да ну ну смотрите мы ну вот смотрите что происходит если вдруг я вижу две похожие работы или кто-то из ассистентов проверяющих в виде две похожие работы сначала мы на них внимательно смотрим глазками и пытаемся понять а могу так получиться что это совпадение одинаковое что это совпадение вызвано случайностью допустим я считаю что допустим сначала смотрят работа ассистентом приобретать работы ваши будут в основном учебные ассистенты по крайней мере домашки вот значит допустим они видят что что-то какое-то подозрительное совпадение обращаются ко мне если они считают что это совпадение слишком подозрительно дальше я смотрю смотрю если совпадение опять же мне кажется что вот невозможно было случайно чтобы пятьдесят раз подряд совпали одинаковое рассуждение и одинаковые формулировки вот я говорю нет что-то мне кажется это подозрительно отправляю эту работу в совет программы дальше совет программы соответственно почти десять человек смотрят ваши ваши работы и тоже принимают решение могло это получиться так что это случайно или не могу и вот если мы все считаем что в общем не могло так получиться случайно скорее всего с нашей точки зрения то вам выписывается всякие предупреждения вообще помимо того что мы выписываем ну то есть реально как устроена как устроен контроль за соблюдением академической этики у нас значит если вы попадаетесь на нарушение академической этики то к вам применяется одна из трех мер дисциплинарного взыскания в зависимости от тяжести нарушения предупреждения вы говорили отчисления у нас были случаи отчисления студентов в связи с нарушением академической этики то есть это в общем не какая-то не какая-то такая страшилка которая которая существует только чтобы пугать это действительно работающий механизм но даже если вы не дадите до отчисления даже если вы просто получите предупреждение ну с одной стороны это просто некоторая запись в наших записях о том что вот вы в такой момент попались на таком-то нарушении а с другой стороны на самом деле это для вас это это очень плохо потому что смотрите я я не могу сказать чтобы я помнил там всех всех своих студентов каждый год через меня проходят порядка сотни студентов может быть больше вот я не могу сказать что за 10 лет работы я запомнил абсолютно всех но некоторых студентов я помню некоторых студентов я помню потому что они там задавали много вопросов задавали интересные вопросы или очень хорошо что-то делали иногда я помню студентов потому что они что-то списали и это не та память которую вы хотите о себе оставить в моей голове или в голове других профессоров не та поверьте мне когда через 10 лет придете ко мне с каким-нибудь вопросом и первое что я вас помню был такой на втором курсе на машку списал третью задачу вот и это не то что вы хотите правда вот и главное что это как бы и ты за impossible to undo вы не можете это отменить а вот ну в общем такая вот история хорошо еще вопросы да можно обращаться Илья или Илья Валерьевич как вам больше нравится на вы по имени или по имя отчеству кому как комфортнее окей ну что все с формальностями хватит уже давайте давайте что-нибудь содержательно расскажу ну сегодня будет такая лекция не то чтобы я расскажу вам что-то сильно новое наверное сегодня но по крайней мере мы начнем так мне нужно понять где мне писать что было видно а вот там вот есть черта видимо эта черта как раз символизирует что за ней не нужно писать так а это 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 а тут можно писать вот до сюда там была не работающая черта так смотрите у меня остается на самом деле не очень много времени до полчаса от лекции ну не страшно значит давайте начнем говорить про какие-нибудь совсем базовые понятия которые встречаются которые будут встречаться у нас в курсе ну вообще есть разные способы конструировать математику но вот традиционно матан начинается с того что люди обсуждают множество и мы тоже мы тоже с этого начнем что такое множество ну вообще наверное вы привыкли к тому что в математике всему дают какие-то определения но тут есть проблема что если давать определение вообще всему ну что такое определение определение это какая-то какая-то штука которая состоит из слов да и если мы будем определять каждое из слов с помощью своего определения тот процесс никогда не закончится мы не можем определять все ну вот поэтому есть какие-то фундаментальные понятия которые как правило не определяются есть разные способы как можно было бы это формализоваться но мы не будем сейчас углубляться совсем уж в теорию математической логики будем использовать такой немножко наивный подход ну вот что такое множество у всех есть какое-то интуитивное представление о том что это такое это какой-то набор элементов причем элементы могут быть любые множество бывает конечные бывают бесконечные да ну давайте я приведу какие-то примеры значит обычно множество множество можно задавать по-разному например их можно задавать причисляя элементы этого множества вот так в фигурных скобках допустим вот я могу сделать множество которое состоит из чисел 2, 1 и 7 значит вот вам пример какого-то множества состоящего из натуральных чисел 2, 1 и 7 значит про множество нужно знать две вещи во-первых порядок следования элементов в множестве не имеет значения то есть вот такое множество это в точности то же самое что вот такое множество и как угодно я могу их представлять это просто разные способы записать одно и то же множество и второе что нужно знать это то что каждый элемент в множество либо входит, либо не входит. Элемент не может входить множество дважды. То есть если бы я написал как-нибудь вот так, 1, 1, 2, 7, то от того, что я здесь два раза перечислил единицу, это не означает, что единица стала в это множество входить дважды. И это то же самое множество, что и было раньше. Так как правило не пишут, но, допустим, если вы программируете в каком-нибудь питоне, в котором есть понятие множества, то там вот такая штука будет просто равна такой штуке. Вот. Множество бывает конечные, и вот конечное множество можно задавать вот так, просто причисляя их элементы. А бывают бесконечные. И нам, конечно, как правило, интереснее работать с бесконечными множествами, потому что Матан — это история про то, как бы нам привлечить бесконечность во многом. А значит, бывают бесконечные множества. И бесконечные множества мы ну, самое главное для нас поначалу бесконечное множество — это множество натуральных чисел. А именно она обозначается вот так вот, такой жирненькой буквой N натуральные числа — все. Как доказать, что натуральных чисел бесконечно много? Да, ну да, теоретически можно было бы как-то так рассуждать от противного. Если бы это было бы конечное число, то, ну, в общем, в любом конечном множестве можно найти максимальный элемент в любом конечном число множества. Давайте возьмем к этому максимальному элементу, прибавим единичку. Получим такое число, которое будет больше, чем это максимальное. Значит, противоречие, пришли к противоречию. Ну, тут понятно, что все равно в этом доказательстве мы на что-то опираемся, опираемся на какие-то факты про натуральные числа, которые мы не доказывали. У меня сейчас нет задачи построить математику аккуратно, прямо с нуля. Я буду активно опираться на ваши знания из школьной программы. При необходимости я буду повторять, акцентировать внимание на том, что вот мы что-то используем. Но в целом не ожидайте, что мы будем прям все сводить к какой-то аксиоматике. Это было бы слишком зубодробильно. Вот. Значит, натуральные числа, их бесконечно много. Давайте, ну, это пример. Понятно, что не только натуральные числа образуют бесконечное множество. Но проведите пример еще какого-нибудь бесконечного множества. Целые числа, да, отлично. Тоже бесконечное множество. Значит, целые числа обозначают букву Z. Вот. Окей. Давайте я скажу пару слов про операции с множествами. Они нам сейчас понадобятся. Опять же, скорее всего, все это вам знакомо. Если у вас есть A и B, это два множества, то бывает, мы можем создавать из них новые множества. Например, мы можем сделать объединение двух множеств. объединение обозначается вот так вот, такая загогулина, смотрящая вниз. Это называется объединение. Значит, в объединение включаются все элементы множества A и все элементы множества B. Ну, как правило, тут рисуют такие картинки, которые называются диаграммами Вены или кругами Эйлера. Я не знаю, правильно исторически. Вот, значит, это объединение двух множеств. И есть похожий значок, который означает пересечение. Здесь нужно наоборот, взять только те элементы, которые принадлежат обоим множествам. Вот, чего еще бывает. Невозможно запомнить, кто из них объединение, а кто пересечение, потому что значки очень похожие и операции в каком-то смысле тоже похожие. Кажется, мнемоника, которая в какой-то мере помогает, это вот этот значок, значок объединения, к нему можно пририсовать ножки и сказать, что это такой человечек, который кричит объединяемся. Ну, да, или на букву U от слова union, либо I. Но проблема в том, что I, дело в том, что есть что-то, которая называется буль в алгебре, и там есть операции I и или, и как раз объединение множеств соответствует операции или, поэтому внимание с буквой I тут нужно быть осторожным. Вот. Не знаю. Мне нравится внимание с человечком, который кричит объединяемся. Вот. Еще одна штука, которая существует, это можно вычитать из одного множества другое. значит, вот так вот. Разность, по крайней мере, в российской типографской традиции теоретика множественной разности, разность двух множеств обозначается вот таким вот бэкслэшем, обратной кассовой чертой. Не знаю, почему не минусом. В англоязычных учебниках вы можете встретить минус, для множества означает то же самое. а разность. Значит, соответственно, я из а должен выкинуть все элементы множества b, то есть останется вот такая штука. Вот. Значит, на самом деле, есть другие операции с множествами. Допустим, есть какое-нибудь декартовое произведение, до которого мы в свое время дойдем. Вот. Но нам сейчас нужны эти операции, нужны эти обозначения. А дальше, что еще у нас бывает? У нас, помимо множеств, вторым главным строительным материалом для курса анализа является отображение. Отображение – это, в общем, то же самое, что функция. Все в школе проходили функции, все знают, как бы, по камере, примеры функции, могут привести с функциями имели дело. Ну, вот слово отображение – это, в общем, то же самое, что функция, только она носит немножко такой чуть-чуть более общий, как бы сказать, более общий характер. Строго говоря, слова отображения и функции означают одно и то же. Немножко отличаются контексты употребления. Значит, давайте я скажу про функции. отображение. Кажется, не понимаю, на что он реагирует. Значит, отображение. значит, вот смотрите, у нас есть два множества, x и y, это какие-то множества. И можно рассмотреть функцию отображения f из x в y. Значит, что это такое? Ну, можно думать так, что вот у нас есть множество x, в нем есть какие-то элементы. я рисую довольно условно картинки сейчас. И у меня есть множество y. В нем тоже живут какие-то элементы. Я рисую какие-то конкретные точки, но, в принципе, конечно, это могут быть и бесконечные множества. И дальше, если у нас из каждого элемента множество x торчит стрелочка в какой-то элемент множества y, то есть у нас каждого элемента множества x поставлено в соответствие ровно один элемент множества y, то вот эта штука называется функцией, называется отображение. Как-нибудь так. Значит, что важно про отображение? Важно, что вот если написана вот такая штука, то x является областью определения этого отображения, то есть это означает, что значение функции f определено в каждом элементе вот этого множества x. Нет таких элементов, в котором значение функции не определено, значение отображения не определено. Соответственно, когда говорят слово отображение, обычно используют в качестве вот этой вот штуки, ее называют не значением функции, а называют образом вот этой точки под действием отображения такой терминологии мы тоже будем пользоваться то есть а как бы мы взяли вот у нас здесь была какая-то конкретная точка x давайте напишем x-ноликовая и вот мы поставили в соответствии этому x-ноликовому f от x-ноликового значит говорят что f от x-ноликового это образ x-ноликового под действием это просто другой способ сказать что что вот эта точка давайте пусть я назову как-нибудь y-ноликовым давайте я скажу что то это точка y-ноликова значит другой способ сказать что y-ноликова это значение значение отображения в точке x-ноликового ничего ничего нового только терминологии ну давайте я скажу пару слов возможно чуть более новых значит есть такие что и которые связаны с функциями вот допустим у нас есть одно множество тут есть другое множество значит вот у меня множество x вот у меня множество y и допустим что у меня задана вот такая функция такое отображение значит вот такое отображение но было таким свойством что никакие две точки не переходят в одну и ту же то есть никакие две стрелочки не имеют один тот же конец а такие отображения называются инъективными инъективное отображение или просто инъекция значит это означает что любые две разные точки переходят в разные инъективное отображение не склеивать точки значит это отображение называется инъективным а теперь что у нас еще бывает у нас еще бывают такие штуки вот смотрите вот такое отображение которое сейчас тут нарисовал она является инъективным не является вот она склеивать точки вот сюда приходит две точки да у этой точки есть как бы два прообраза а у этой точки есть два прообраза значит она не является инъективным но зато она является другим свойством она является сюръективным значит сюръективное отображение или попросту сюръекция это означает что в любую точку у хоть что-то переходит еще раз пожалуйста ничего не сказано значит могут остаться точки у в которые ничего не переходят да о это кстати хороший вопрос а вот значит вот это пример отображения которое является инъективным но не является сюръективным вот это пример отображения которое является сюръективным но не является инъективным а бывают такие отображения которые одновременно и сюръективные и инъективные Да, но теоретически, если бы Y был в нашей власти, то мы могли бы стелить здесь две точки. Получилось бы отображение, которое одновременно является инъективным и сюрреективным. И такие отображения очень важны, они имеют специальное название. Они называются объективными отображениями или объекцией, или взаимоднозначным соответствием. Продолжение следует... Значит, вот пример объективного отображения. Оно одновременно является инъективным, это означает, что точки не склеиваются. И сюрреективным, это означает, что у любой точки здесь есть какой-то прообраз, есть что-то, что сюда переходит. Значит, такие отображения называются объективными. И эти отображения для нас особенно ценны и замечательны, потому что, когда у нас есть взаимно однозначное соответствие между множествами, это означает, что множество в некотором смысле, например, если это конечное множество, то это означает, что в них одинаковое количество элементов. И мы довольно часто будем хотеть строить какие-то такие объективные отображения между разными множествами. В некотором смысле понятие объективного отображения, видимо, даже предшествует историческому понятию числа, потому что если у вас есть, допустим, какое-то количество рыбов, и вы хотите их продать, и за каждую рыбу хотите получить одну единицу денег, вы можете, конечно, пересчитать своих рыбов, сказать, сколько их, и попросить это количество денег. Но если вы не умеете считать, и вообще у вас нет понятия числа, то вы можете их просто разложить где-нибудь на полу и, соответственно, положить денежку по монетке на каждую рыбу и тем самым установить взаимно однозначное соответствие, которое будет гарантировать, что монеток ровно столько же, сколько рыбов. Но на самом деле становится интересно, когда мы применяем понятие объективного отображения, и вот это вот понятие, идея о том, что два множества, если между ними есть объективное отображение, то у них одинаковое количество элементов. Остается интересно, когда мы это пытаемся применить к бесконечным множествам, потому что, ну вот скажите, каких чисел больше, натуральных или четных? Одинаково. Ну как одинаково? Ну как одинаково? Понятно же, что, слушайте, ну натуральные числа – это четные и нечетные. Четных и нечетных, ну понятно, поровну, да? Ну, значит, натуральные нужно быть вдвое больше, чем четных. Да, да. Действительно, несмотря на то, что совершенно очевидно, что натуральных чисел вроде как вдвое больше, чем четных, потому что есть нечетные числа, их тоже столько же, тем не менее, оказывается, что натуральные числа, как говорят, имеют такую же мощность, равномочная, то есть можно составить объекцию между натуральными числами и четными числами. Давайте я условно обозначу четные числа как 2n, значит, это четные числа. И раз существует объекция, то это означает, что натуральные числа и четные числа, что их в некотором смысле одинаковое количество. Можно еще раз объяснить, почему существует объекция? А смотрите, давайте мы ее построим. Вот, смотрите, давайте мы сделаем такую штуку. Как бы нам сделать такое отображение, которое бы отображало бы натуральные числа в четные, и при этом было бы взаимно однозначно. То есть каждому натуральному числу соответствовало бы четные, и наоборот каждому четному – натуральному. Давайте придумаем такое отображение. Значит, оно должно каждое натуральное число n переводить во что? В 2n. Значит, вот у меня есть натуральные числа – 1, 2, 3, 4 и так далее. И каждому из них я поставлю в соответствии четное число. При этом очевидно, что это взаимно однозначное соответствие, потому что я могу просто написать то, что называется обратным отображением. Я могу из четного числа сделать, наоборот, натуральное, пройдя по этой стрелочке назад, просто поделить на 2. Такого вообще никогда не бывает. Значит, вот если задано отображение, если написано вот такое заклинание, F в 2 точке X стрелочка Y, и если там никаких отдельных оговорок не сделано, то это автоматически означает, что отображение F задано на всем множестве X. То есть это означает, что из любой точки X выходит ровно одна стрелочка. Да, конечно, это будет называться обратное отображение. Да, мы про это еще поговорим, мы будем говорить про обратные функции. Вот, это отдельная история. Функция не может быть неопределена. Вот если я написал вот так, то это означает, что F определена во всех точках этого X по определению. Хорошо, ну давайте задам более веселый вопрос. А вот скажите, вот есть четные числа, а есть, например, рациональные числа. А каких чисел больше? Допустим, натуральных или рациональных? Тоже одинаково. Рациональных. Чисел там уйма, там даже на отрезке бесконечно много. Даже вот на отрезке от 0 до 1 бесконечно много рациональных чисел. Даже можно биоцепостроить. А как? О, змейка, да, вы знаете эту картинку. Да, давайте я нарисую эту змейку. А, смотрите. Ну, что такое рациональные числа? Опять же, все знают, что такое рациональные числа. Это вот когда поделиться там А на Б, да, то будет рациональное число. Давайте это тоже запишу. Смотрите, значит, у нас бывает рациональные числа. Кто такие рациональные числа? Ну, это числа, давайте я скажу так. Это числа вида m, деленное на n, где m целое, а n натуральное. Да, кстати, на самом деле есть разное представление о том, что такое натуральные числа. Иногда число натуральных чисел включают 0. В этом есть своя логика, потому что натуральные числа… Разумно думать про натуральные числа как про то, сколько элементов может быть в конечных множествах. И существует множество с нулем элементов. Это пустое множество. В нем нисколько элементов нет. Но мы не будем включать натуральные числа. Мы не будем включать 0. Мы не будем считать 0 натуральным числом. Как так вот в России принято такое соглашение. В этом случае можно смело написать вот такой дробь, m деленное на n, где m целое, а n натуральное. У нас не возникнет деления на 0. И вот оказывается, что рациональных чисел в некотором смысле столько же, сколько натуральных. А именно можно рисовать такую картинку. Давайте я скажу, что у меня… Значит, у меня по горизонтали будет отложено m, а по вертикали n. Значит, по горизонтали числителя, по вертикали знаменатель. И я рисую картинку просто на плоскости, отмечаю все точки с численными координатами. И дальше я могу сделать такую вещь. Во-первых, понятно, что каждый из этих точек соответствует свое рациональное число. Например, где здесь находится число 1, 2? Да, вот здесь она находится, здесь 1, 2. Значит, мне нужно отступить одну клетку вправо и две клетки вверх, потому что у меня по вертикали… По вертикали у меня знаменатель. Да, все правильно. А где находится число 0? Да. На самом деле 0 – это любой из вот этих чисел. Ну, понятно, что поскольку дроби можно сокращать, то на самом деле у нас здесь нет… Одно и то же рациональное число может быть записано здесь несколько раз. Ну и ладно. Это на самом деле сейчас не страшно. Теперь я хочу перенумеровать рациональные числа. И это то же самое, что перенумеровать вот эти точки. Смотрите, если я что-то перенумерую, то это все равно, что я устанавливаю взаимно однозначное соответствие с натуральными числами. Потому что каждый объект приобретает… Ну, как бы он устанавливается в взаимно однозначное соответствие со своим номером. Номер – это натуральное число. Поэтому давайте я буду номеровать эти числа таким образом. Значит, я начну вот отсюда, вот с этого нуля. Это будет число с номером 1. А потом пойду вот по такой змейке. Значит, шаг вправо, шаг вверх, шаг влево, влево, вниз, влево, потом вверх, вверх. Ну, например, вот так. И так далее. Значит, вот так вот я буду ходить. Понятно, как змейка устроена? И, соответственно, дальше я буду действовать так. Я буду идти по вот этой змейке. И, соответственно, если я вижу на этой змейке рациональное число, которое мне еще не встречалось, я ему присваиваю номер. Допустим, вот здесь у меня был нолик, я ему присваивал номер 1. Здесь у меня возникает единица, я ей присваиваю номер 2. Здесь будет номер 3. Вот это число у меня уже было, я ему никакой номер не присваиваю, и я его пропущу. Дальше вот этому числу я присваиваю номер 4. Это у меня что-то такое будет? Это минус 1, да? Минус 1, 2, да? Минус 1, 2 и так далее. Значит, понятно, что я могу вот так вот идти по этой змейке и присвоить каждому рациональному числу свой номер. Рано или поздно эта змейка, она вот так расширяется, и рано или поздно я дойду до любого рационального числа. Это более-менее видно из картинки. Если хорошо подумать, то это будет совсем видно из картинки, но можно написать каких-нибудь слов, из которых это будет тоже видно более формально. Таким образом, можно перенумеровать все рациональные числа. Несмотря на то, что, например, на отрезке от нуля до единицы рациональных чисел бесконечно много. Выглядит немножко контринтуитивно, по крайней мере, на первый взгляд. Кажется, что рациональных чисел должно быть все-таки больше. Но давайте я скажу вот что. Вы знаете, что помимо рациональных чисел, еще бывают вещественные числа. Они обозначаются буквой R. Вообще, аккуратное построение понятия вещественного числа – это некоторая большая работа. Мы этого делать не будем, мы просто знаем, что вещественные числа – это бесконечные, необязательно периодически десятичные дроби. Это вещественные числа. И дальше я хочу задать такой вопрос. Как вы считаете, а вот вещественные числа можно пересчитать? Можно установить взаимоднозначное соответствие между вещественными числами и натуральными. Вот с рациональными получилось. Но рациональные числа – это тоже какие-то там десятичные дроби. Может быть, с вещественными числами тоже получится? Значит, есть ли взаимоднозначное соответствие? С натуральными. Значит, я над этим вопросом вам предлагаю подумать, мы его попозже обсудим, когда этому придет свое время. Но пока что я оставлю этот вопрос открытым. Кто-то, кажется, хотел ответить на него? Да? Ну, давайте. А почему? Да, ладно. В общем, можно и бездвоечной системы обойтись. Да, есть теорема Кантора о несчетности континуума, и мы с вами ее обсудим, по-моему, либо на следующей лекции, либо через одну лекцию. Но действительно, действительно, у вас совершенно право, здесь ответ нет. То есть, несмотря на то, что с нашей точки зрения вещественные числа и рациональные вроде как очень похожи, оказывается, что нет. Они не похожи. И в частности, вещественных чисел больше, чем рациональных. Натуральных столько же, сколько, допустим, рациональных, а вещественных чисел больше, чем рациональных, вещественных чисел больше, чем натуральных. Да? Ну да, это на самом деле довольно интересный факт. Мы его обсудим поподробнее чуть позже. Хорошо, смотрите, у меня время истекло, и я на этом, наверное, сейчас закончу. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь подходить в перерыве или ловить меня еще когда-нибудь.